Мир вам, дорогие телезрители! Приветствуем вас с любовью к Господу нашего Иисуса Христа. И сегодня вы вместе с нами на программе «Шалом ла Израэль» на программе «Влияние». И это очень интересная передача, которая у нас проходит уже несколько раз. И в передаче принимает участие Александр Куманский, Роман Джулай и ваш покорный раб и слуга Николай Бугриев. Мы очень рады. Шалом! Шалом Баругашем! Очень рады, что мы здесь находимся и очень рады, что мы можем вести эту передачу. И эта передача проходит в преддверии очень интересных событий. Событий, которые будут происходить в Израиле и в том месте, где вообще вершатся все судьбы и вообще исполняется все Писание. Это то место, где вообще все исполняется, то, что написано в Священном Писании и где, в принципе, писалось Священное Писание. И сегодня у нас эта передача, она в преддверии выборов, которые будут в Израиле и в преддверии Красной Луны. Третья Красная Луна, это будет тетрады, тетрады, тетрады. И что такое тетрады? Для того, чтобы вы были в курсе, я думаю, Роман сейчас нам расскажет, что такое тетрады. У нас на передаче Роман Джулай, Александр Куманский. Мы вас приветствуем, любовью Господа. Шалом Николай, шалом Александр и шалом все телезрители, которые сегодня смотрят нашу передачу, независимо от того, вы смотрите ее в прямом эфире или в повторе, мы рады, что вы с нами. Вопрос о тетрадах. Тетрада от слова тетра четыре. Четыре красных луны, которые выпадают на еврейские праздники. Такое событие случается нечасто. И со времен нашей эры, со времен Иисуса Христа, таких тетрад было семь. Именно тех тетрад, которые выпадали именно на еврейские праздники. В смысле, комплексов таких? Комплексов таких. По четыре. По четыре. На протяжении двух лет. Расстояние между каждой тетрадой, между каждой луной, шесть месяцев. И это на протяжении двух тысяч лет? Это седьмая, да? Нет, восьмая сейчас. Восьмая. Сейчас восьмая. Семь уже было? Семь было. Это восьмая тетрада? Это восьмая тетрада. Именно было больше тетрад кровавых лун, но именно те, которые выпадали на еврейские праздники, было семь. И мы сейчас стоим восьмой. Вот. И интересно то, что когда эти тетрады выпадают на еврейские праздники... А они всегда выпадают или не всегда? Нет, не всегда. Да. Но именно когда они выпадают на еврейские праздники, что-то особенное происходит с израильским народом. В Израиле. И со всем миром даже. И со всем миром. Но это влияет на весь мир. Да, конечно. Кстати, я хочу сказать одну интересную вещь, чтобы никто не подумал, что это мы просто разговариваем про тетрады, про звезды, про луну. Поэтому в Священном Писании Бытие, первая глава, 14 стих написано. И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для освящения земли и для отделения дня от ночи и для знамений и времен, дней и годов. Вот здесь именно то событие для знамений. То есть, если тетрада происходит, то происходит это какое-то знамение. Да, они посылают какой-то знак. Или означают какой-то знак. Какой-то знак, что-то должно произойти. Да. Или может произойти. Да. Интересно то, что сейчас эти тетрады, эта тетрада выпадает на еврейскую Пасху. Это было в 2014 году. На еврейскую Пасху. Второй раз. Первый раз это было 15 апреля. 2014 года. Вторая Красная Луна была в октябре, 8 октября 2014 года. Как раз это. На Кущи. На Кущи. Сейчас мы в преддверии третьей Кровавой Луны, которая будет опять-таки на еврейскую Пасху. Будет 4 апреля. И последняя Кровава Луна в этой тетради будет 28 сентября 2015 года. И интересно то, что, как я уже отметил, то, что 7 тетрад, которые выпадали именно на еврейские праздники, в это время происходило что-то особое для израильского народа. Хочется немножко отразить три последние. Это, которое случилось в 1492 году. В 1948 году. В 1900? В 1492 год. В 1492 год. И что-то произошло, да? Да. И самое главное, что небо молчало так долго. Вы посмотрите, вот 1492 год, и не было тетрад Кровавых Лун до 1948 года. То есть, как бы... Вот с 1462 года? Не было. Не было. А в наше время, вот в наше, когда мы уже живем, это уже третье и последнее, последнее, последних 300 лет. То есть, не то, что они там все время регулярно происходят? Нет, нет, нет. Они спонтанно и всегда что-то... А ученые могут предсказать тетраду? Могут, конечно. Могут, конечно. Но за сколько лет примерно? Следующая тетрада, которая выпадет опять на еврейские праздники, будет через 100 лет. Через 100 лет? Через 100 лет. Через 100 лет, через 300. Через 100 лет, да. Окей, возвращаемся сюда. Интересно отметить событиям 1492 года. Для тех, кто знает историю, в 1492 году Колумб открыл Америку. Интересно то, что как раз в этот период было сильнейшее изгнание израильского народа, евреев, из Испании. Интересно то, что в то время Испания была вторым домом для евреев. С 200-го года евреи поселились в Испании, и в течение до 15-го столетия они жили в Испании спокойно, занимали правительственные места, высокие места. И им очень хорошо жилось. Ну вот царица создала, царица и король Фердинанда, Елизавета, создала указ, чтобы евреи подкинули Испанию. И было 200 или 400, да, около 400 тысяч евреев убежало из Испании. И самое главное, что Испания жила очень хорошо. Когда евреям хорошо жилось, то и Испании очень хорошо жилось. Когда евреям живется здесь хорошо в Америке, то и Америке хорошо. Ну да. Вот. Благословляет. Да, благословляет. И еще одно, что Франция не хочет отпускать, там около 300 тысяч евреев сейчас, она не хочет их, она не хочет не то, потому что они евреи, и она боится потерять бизнес, она боится потерять огромные деньги, которые сосредоточены в руках еврейской общины. Спасибо. Да, но интересно, значит, первая тетрада... 1492 год, скажите, какое это имело хорошее отношение к Израилю. К Израилю, да. Дело в том, что мы знаем, что Америка сейчас очень хорошо относится к еврейскому народу. И Колумб как раз-таки открыл Америку, которая позже приютила 5 миллионов евреев. То есть ты связываешь это с тем, что вот тогда событие, которое произошло, именно для того, чтобы в последствии... Евреям было хорошо. Да, евреям хорошо. И еще одно, что в 1492 году евреи впервые задумались о том, чтобы им надо возвращаться на свою землю, обещанную им Богом. И уже создано первое сионистское движение. Уже было создано тогда. Почему? Потому что их погнали из Испании, потом погнали из Португалии, потом погнали из Франции. И потом начались гонения везде на еврейскую общину со стороны, конечно, католиков. И поэтому уже началось как бы поощрение Бога, что ребята, вы здесь, Нина, постоянно, у вас есть своя земля. И одно из таких персонажей был Колумб. Он был крещеный еврей, но он был послан еврейской общиной. И в его создании участвовали богатые евреи, для того, чтобы он нашел место... В его экспедиции. Да, чтобы он нашел место, где могли бы евреи переждать эту плохую... Хорошо, спасибо. Проходит почти пять столетий. Наступает 1949 год. Вновь такие тетрады. И опять-таки, это период, мы знаем о том, что в это время возродился Израиль. Опять, это вторая... Вторая? Да, вторая тетрада. И мы знаем о том, что был сильнейший холокост, когда изгонялись евреи со многих стран. И после этого возрождается Израиль. Возрождается Израиль в 1948 году. Как раз в то время была тогда тоже тетрада, которая выпала на еврейские праздники. Началось в 1948 году. Да. Потом в 1949. В 1948-1949. Да, в 1949-1949. Потом следующая тетрада была... В 1948-1949. В 1948-1948 году, хочу еще добавить, была первая арабская война между Израильскими, где арабы получили сокрушительное поражение. И Израиль расширили свои территории с 12 тысяч до 20 тысяч квадратных километров. Хорошо. Потом 1967 год. Опять-таки тот год, когда в это время была тоже тетрада, которая выпала на еврейские праздники. Война Судиного дня. Четвертая. Шестидневная война. И мы сейчас также находимся как раз в том периоде, когда снова-таки тетрада выпадает на еврейские праздники. Вот основываясь на опыте прошлого и на истории прошлого, мы также ожидаем, что и в эту тетраду будет что-то особое для народа израильского. Значит, еще 1967 год, это очень знаменательный день для истории Израиля. Во-первых, был первый раз, Израиль прогласил Иерусалим из столицы Израиля, неделимой, и он уже никогда ее не отдаст. Во-первых, было кратковременное владение храмовой горой, которую потом отдали. Мы сейчас ожидаем на то, что храмовая гора перейдет опять к Израилю. В эти события, которые будут сейчас происходить на Ближнем Востоке, а мы о них поговорим. И также было сокрушительное поражение арабских стран, которые действительно нарушили все, напали на спящий Израиль, на спящий, и получили сокрушительное поражение. И если бы не Советский Союз в то время, то Каир был бы сегодня Иерусалимом. Но мешались люди, и, конечно же, Синайский полуостров был отдан Египту, и остановилось продвижение израильских танков и войск. Да, в то время, как казалось бы, что Израиль спит, происходит атака, но это происходит опять-таки в период этих кровавых лун, и Господь тоже показывает, дает знамение, что я управляю все-таки и звездами небесными, и светилами небесными, и также моим избранным народом. Спасибо. Значит, все эти события складываются, совпадают, проявляется красная луна, затмение солнца, хотя и другие бывают затмения солнца, но иногда при вот этих тетрадах, когда идет вот эти четыре, комплекс четыре... Именно на еврейские праздники. На еврейские праздники это совпадает, и тогда получается, что происходят какие-то серьезные очень события и для Израиля. И для всего мира, конечно же. Хорошо, о тетрадах понятно, да? Все. Дальше, второй вопрос. Что говорит Писание о Красной Луне? Как я уже сказал, в Бытие написано, что для знамений. Луна и Солнце для знамений. То есть, мы должны наблюдать и смотреть, что какие-то знамения, что-то произойдет. И книга Иоиля мы читаем во второй главе с 28 стиха. «И после того изольет духа моего всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов, и на рабынь в те дни изольет духа моего. И покажу знамения на небе, и на земле, кровь, и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень. И всякий, великий, извините, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». То есть, несколько мест в Священном Писании есть, которые говорят о Красной Луне. Это есть также и в Деянии Святых Апостолов, и в Евангелии Матфея Иисус Христос говорит. То есть, это не просто что-то там, вот Иоиль один записал. То есть, вот эти все пророчества, когда ты их складываешь, когда ты смотришь на все это, и когда ты знаешь, что уже произошла голговская жертва Христа, и уже эта чаша наполняется, эта чаша уже заканчивается, работа с церковью идет к концу, работа с народом израильским начинает возобновляться, что-то произойдет с народом израильским, потому что после взятия церкви идет восстановление Израиля. Это сто процентов, мы все это знаем. И все эти события нам на небе, Бог нам показывает, что это действительно произойдет. Мы уже миновали две Луны в этой тетради, правда? Да. Две Луны уже в этой тетради миновали. Стоим на пороге третьей Красной Луны, это будет 14 апреля, на Пасху. 4 апреля, да. 4 апреля, у нас будет 4, 5 апреля, извините, на Пасху. Что уже произошло на мировой арене? Существуют ли какие-то события, которые бы нам предсказывали, что уже на мировой арене что-то произошло? В эти две Луны, да. Да, но интересно то, что вот если смотреть, если вы смотрели новости, то была такая пятинедельная война с Хамасом в Газии. И мы видели о том, какое поражение... Это вот это буквально недавно. Да, буквально мы говорим о событиях вот... В период этих Красных Лунов. Да, буквально это полгода события. Вот, и мы видим о том, что Хамас сильно потерпел потери, поражения. И для того, чтобы восстановить эту военную инфраструктуру, нужно 20 лет. Таким образом, просто эта Газа на 20 лет назад ушла. Назад, назад. Вот, своего рода, как сломан хребет и понес военная машина, это понесла огромный урон. Также мы видим, можем наблюдать создание исламского халифата. Как он наступает... Айсис. Да, Айсис. Идет, наступает... Это тоже большое событие. Большое событие, и мы ожидаем, что Господь все-таки защитится. Защитится. Значит, серьезные события уже произошли. Да. Уже произошли, когда... Кстати, у нас же передача была на вторую Красную Луну, да? Или на первую? На первую была, потом была вторая. И вот сейчас третья, и мы как раз вот в преддверии вот этой третьей... Да, и у нас как раз была передача как раз в период начала войны с Хамасом. Вот, то есть мы в пятницу выходили, а в понедельник началась война. А, интересно. Да, да, да. И мы совершали молитву, помнишь? Мы совершали молитву, да, да, да. Да, и опять-таки хочется обратиться к нашим телезритерам с благодарностью. Спасибо за то, что вы молились вместе с нами, и мы видим результаты от вечных молитв. Но мы верим, что многие люди молятся за Израиль. Аминь. И передача это не для того, чтобы мы просто рассказали об этих лунах. Да, конечно. А чтобы поднять именно престиж, дух молитвы. Чтобы молитва за Израиль возобновилась, чтобы она усилилась, укрепла. Потому что события, которые там происходили и будут происходить, они, мы сейчас об этом будем говорить еще, они очень важны. И нельзя просто пропустить это. Вот как бы... Мы можем наблюдать, что такое создание исламского халифата. Да. 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 Ну, интересно то, что Псалом 82. Я хотел бы, чтобы... Давай, 82 Псалом, да. Когда вы... Мы закончим нашу передачу. Прочтите просто, Восифа 2 Псалом. Я прощаюсь к нашим телезрителям. Прочтите, Восифа 2 Псалом о том, как враги собираются против Израиля. Собирают отряды. Идут войсками на Израиль, но они теряют поражение. Потому что Бог защитник Израиля. Псалом 82. Ну, это всегда так было и всегда будет. И по-другому это быть не может. Поэтому мы сегодня собираемся для того, чтобы помолиться. Чтобы принести Израиль на руках молитвы. И события, которые сейчас... Грядущие события. Они, которые прошли, они очень важны нам для того, чтобы мы знали, что что-то может произойти. Во-первых, там будут выборы. Во-первых, там будут выборы. И мы знаем, что будет Красная Луна, а потом будет затмение Солнца. Затмение Солнца какого числа будет? 20 марта. 20 марта. Да. Это... 4 апреля. Да. Что такое 20 марта? 20 марта это день выхода израильского народа из Египта. То есть, смотрите. И, во-первых, я хотел бы напомнить вам, что именно в эту тетраду, в кровавую тетраду, будет затмение Солнца. Как сказал, и Солнце превратится во тьму, и Луна в кровь. Солнце превратится во тьму. То есть, 20 марта будет полное затмение Солнца. Вот. И это как раз то время, когда... Это первая ниссана, когда Израиль вышел из Египта. Сегодня тоже Израиль может выйти из Египта из этих выборов. То есть, очень важная веха в истории Израиля. Это выборы теперешние. Я бы хотел остановиться немножко. Ром, ты хочешь сказать, Коль, ты хочешь сказать или не? Да, давай, да. Хорошо, да. Значит, что такое, почему выборы, много есть выборов везде, и на Украине, и в России. Почему так нас волнуют выборы в Израиле? Значит, выборы в Израиле, они очень-очень важны для истории Израиля. Как когда-то Израиль вставал перед вехой выбрать ему царя и пойти по пути развития, как ближайшие народы, или ему быть управляемым Богом. То есть, в период Самуила, в период судей, был такой момент, когда Израиль захотел, не захотел больше, чтобы они управлялись судьями, а захотел царя. Бог им сказал, что вы будете иметь то, 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 и сказал пророку Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли. То есть, было такое время, и Израиль пошел по не тому пути, который избрал для него Господь. Так же самое сейчас. Здесь идет борьба между левым и правым лагерем. Что хочет правый лагер? Правый лагер во главе с Натаньягу, он хочет, чтобы Израиль не отдавал своей территории. Он хочет иметь Иерусалим неделимой столицей Израиля. Он практически против уступок палестинцам. Левый лагер, он хочет отдать Иерусалим, он хочет отдать Иудею и Самарию. То есть, те места, которые сейчас контролирует Израиль. И когда они отдадут, это то же самое, это будет Хамастан. Это там же будет, там быстро будет Хамас, там быстро будут ракеты. И это будет все. Израиля не будет. И Израиля практически не будет. То есть, это план медленного самоустяжения. Поэтому левый лагер, к сожалению, он подпитывается нынешней администрацией Соединенных Штатов Обамой. И сегодня, когда говорят за выборы, они говорят, это не выборы между герцогом, это представителем левого лагера, и Натаньягу. Это выборы между Натаньягу и Обамой. То есть, Обама хочет скинуть Натаньягу с поста премьер-министра, чтобы Израиль был покорным вассалом Соединенных Штатов. А Израиль уже вырос в ту силу, когда он хочет проводить свою политику. Правый лагер, говорит, у нас есть три вещи, на которых мы стоим. Это Тора, Бог, который создал Израиля, и земля, которую он дал Эрец Израилю. И она вечная и неделимая. Это наша земля. Вот такие позиции принимает Натаньягу. И, конечно же, все... Натаньягу даже сказал вчера, что это просто международный заговор против него. Потому что он не выгоден современному обществу. Он хочет, чтобы Израиль был, как прочие народы. Он хочет, чтобы Израиль делал то, что делается в Западной Европе. Чтобы Израиль был толерантен ко всему греху и остальным вещам. Чтобы он отдал свои земли, отдал Иерусалим и пошел на самоуничтожение. Вот. Этого не хочет допустить Натаньягу. Так что очень важный момент, дорогие. Когда мы будем сегодня молиться, молитесь за собой, чтобы пришел тот человек, который предназначенный Богом. Чтобы никакие... Ну, это примерно получается, как Аманы, Мардахей и вот все это вот... Вот заговор такой примерно... Если мы вот... Я вот тебя внимательно слушаю, Александр. И это мне вспоминается вот книга Исфири. Да. Ведь ничего нового нет, в принципе. Есть повторяющая история. И все оно повторяется. Да, да. И это повторяется в книге Исфири. Если мы внимательно прочитаем книгу Исфири, там тоже заговор. Потому что, в принципе, Аман это был греческий посланник. Его Греция послала для того, чтобы он сделал заговор против Артарсердца. Исфирь просто это было... Ну, просто как оно... Орудие, в принципе, было. И когда Аман увидел, что Мардахей ему не поклоняется, и когда они потом пришли на пирки Исфири, то ведь на самом деле же Аман был из Греции. Это история об этом говорит. Это раскопки, это вся история говорит. Не просто был Аман человек при Персии. Это был грек, который должен был там сделать переворот, чтобы покорить Персию. То есть, вот, в принципе, это шло против царя Артарсердца. Да. Вот. Но Аман ему помешал. Очень. Аман стал на пути. Вот примерно здесь то же самое. Поэтому, когда мы внимательно читаем книгу Исфири, и когда мы вот смотрим на эти события, которые сегодня происходят, то идёт эта параллель. Я бы немножко... Вот очень интересный разговор. Получается, мы можем, своего рода, провести параллель Натаньяху как Исфирь, Аман как... Хамени. Хамени. Или же мы можем сказать ещё больше. Очень интересно получается. Если внимательно будешь читать, много тебе. Да, да. Буквально вот Натаньяху приехал выступать перед Конгрессом в США. Да. Вот интересно то, что... Расскажи, Александр. Значит, вы знаете, что, Коля, ты не первый, который сравниваешь нынешнее положение с положением... Не, но оно так получается. Во-первых, что оно происходит... То есть, был недавно, вот буквально 3 марта, был визит Натаньяху в Соединенные Штаты. Вообще неожиданный. Да, и его приравнивают к походу царицы Исфирь к Артаксексу. То есть, практически Исфирь раскрыла заговор Аммана. Ну да. Да, да, да. А у Аммана был заговор против Артаксерца. Да, да, да. И против израильского народа. И против израильского народа. Ну естественно, уничтожить его, конечно. Значит, Натаньяху, я хотел бы такую параллель провести. Значит, Натаньяху тоже видел, что подписываться в конце марта должен был подписан договор между Ираном и Шестеркой. Это очень плохой договор, который практически работает на уничтожение Израиля. Во-первых, он дает возможность Ирану заиметь ядерную бомбу. Первое, да. Самое главное. Во-первых, это самое главное. А если одна ядерная бомба, которая была сброшена на Хиросиму и Наззаки, если она будет сброшена на Тель-Авив, то погибнет приблизительно по подсчетам, вот самая маленькая бомба, 3,5 миллиона людей. Сразу? Сразу. То есть, это половина Израиля. Всего 7? Да, всего 7. Кроме того, что Иран стремится к ядерной бомбе, он также создал отряды по уничтожению Израиля, так как когда-то он создал Оман. По всем... Да, я не разослал послание о том, чтобы уничтожали Ирана. Уничтожали... Уже были готовы эти отряды. Письма были уже. Уже письма даже были. Значит, смотрите, что сегодня получается. Сегодня теперешний Оман в лице Ирана, Хамейни. Кстати, он заболел. Да, но это мы сейчас скажем. Как раз на праздник Пурим, и он не только заболел, а он смертельно заболел. У него отказали важные жизненные функции. То есть, говорят, что он на диализе почек. У него рак простаты, и у него просто уже почки не работают сейчас. То есть, он практически обречен. Ну, и как раз он заболел сильно именно на праздник Пурим после выступления на Танягу. Но я бы хотел сегодня вернуться назад к Натанягу. Значит, когда он хотел приехать в Вашингтон, это такая же миссия была, как у Исфири. То есть, Обама всячески препятствовал, чтобы на Танягу не приехал Вашингтон. Он сказал, что мы разрываем всякие развительные обмены с Израилем. Мы вас не приглашаем. Я с тобой вообще не буду встречаться. Мой заместитель тоже не будет встречаться. Керри, министр иностранных дел, тоже не будет встречаться. Практически ты приедешь, тебе не с кем будет говорить. И когда все-таки решил на Танягу ехать, он был перед выбором. Или эта поездка послужит разрыву отношений с Соединенными Штатами. К Собамой. И с Обамой. Ну, к Собамой. Или же она похоронит это, или же она принесет какие-то результаты. Подобно как царица Исфирь, она не была звана к Арпатии. Она не была звана. Да. Она не знала. Поднимет царь руку и не. И на Танягу тоже он не был зван. Да, да, да. Это был риск. Это риск для него был, да. И смотрите, когда царица пришла, царь поднял руку. Почему? Потому что уже в духовном мире было решено. Почему? Потому что было, для начала было, после молитвы всего Израиля. Всего, как всех от малого до великого. Люди постились и молились в духовном мире. И они сделали эту победу. И когда Исфирь пришла, царь поднял руку. И когда на Танягу приехал в Конгресс. И когда он начал свою речь. Эта речь была наполнена, наполнена, как мы можем сказать, трагическими событиями, которые ожидают человечества. И она наполнена была фактами, которые действительно американцы, может быть, и не знали. И когда он начал открывать этот план, 30 раз Конгресс вставал и аплодировал речи Обамы и демократов. Не Обамы. То есть речи на Танягу. Я извиняюсь. И демократы, и республиканцы поддержали Обаму полностью. Как поддержал Артаксекс? Поддержали Натанягу. То есть, я извиняюсь. Поддержали Натанягу. И, значит, что происходило дальше? После выступления Исфири. То есть, начался разрушаться план Омана. Что сегодня началось происходить после этого выступления Натанягу в Конгрессе? Во-первых, Натанягу набрал голосов, которые ему нужны для победы в выборах. Он должен потерять их. Он их набрал. Первое. Второе. Значит, начались открываться глаза американцам. Конгресс издал указ, чтобы Обама не подписывал никакой договор с Ираном без согласия Конгресса. И, между прочим, 48, да, Коля? 48. Корресменам написали иранскому лидеру Хамени письмо, что если ты даже и подпишешь плохой договор... 46 или 48. 46 или 48. Я извиняюсь, я точно не помню, так что извините, если я уже ошибаюсь. И практически он сказал, что если будет подписано это, то он будет недействительно чистаться в этом году, когда придет в власти другой президент. Так что не тратьтесь даром. То есть практически сегодня Конгресс контролирует Обаму, не давая ему подписать этот договор, который уже был на столе. Подписан. Вы представляете себе? Вот. И смотрите, что еще американцы делают. Они начали, увидели всю опасность положения, положение Израиля и Ирана. И они начали создавать противоракетную оборону на Ближнем Востоке. Рома, прочитай, пожалуйста. Да, я вижу, что глава техпианского командования вооруженных сил США, генерал Винсент Брукс, сообщил, что Пентагон рассматривает возможность направления в Ближний Восточный регион батареи THAAD. Это высотной зональной обороны. На вооружении американской армии находятся всего 4 такие батареи. И вот он отправляет туда именно такую батарею. И это очень мощная защитная установка, которая защищает от баллистических... Для перехвата баллистических ракет, которые несут боеголовки и также оружие массовое поражение. Да, смотрите, дорогие. Американцы начинают делать шаги по защите воздушных пространств своих и Израиля, первое, и арабских стран. Первое. Второе. Конгресс контролирует переговоры. Второе. Третье. Заболевает хамени как раз в то время. Смертельно заболевает. Вы смотрите, как и... На празднику Рим. Обнаруживают болезнь, да. Обнаруживают болезнь, да. И делают ему срочную операцию. Подключают к Иисусу этой почки. Года два еще он должен жить. Да, ну, мы не знаем, это в руках Господних. Это мы не решаем. Да, я всегда говорю, мы говорили буквально сегодня, и мы говорили о том, что хамени имеет отличное питание, лучшие врачи, но Бог управляет жизнью человека. И он пошел против Божьей воли, и поэтому Господь и забирает у него жизнь. И это является Аман последнего времени. И мы будем видеть, как дальше разрушается план Амана. Значит, что было еще сделано Аманом? Мы говорили за то, что были созданы отряды. Сегодня Иран создает по всему миру отряды, которые бы истребляли евреев. Мы видели нападение в Европе мусульманских экстремистов на синагоги, на кошерные магазины, на школы израильские. Мы видим полностью, и это только в Европе. И также Иран воссоздал вокруг Израиля отряды, которые должны участвовать в уничтожении Израиля. Но со стороны Ливана, да, по-моему? Это со стороны Ливана, это Хизбалла, вооруженная 100 тысяч ракетами. Это Хамас, который вооружает до сих пор, сейчас вооружает его Иран. И это голландские высоты, которые Иран взамен на помощь Сирии забрал у Сирии и начинает устанавливать ракетные установки для того, чтобы со всех сторон бомбить Израиля. И недавно была показана одна очень интересная инимация электронная, то есть по компьютеру. Как Иран бомбит Израиль, с каких сторон летят на Израиль ракеты. Это было воссознанно то, потому что на Танягу просочилась такая информация, что на Танягу должен был ударить по Ирану в 2014 году, но Обама сказал, что я буду сбивать твои самолеты. Не дал ему ударить по Ирану. И Иран сказал, что о, вы так, а мы для вас заготовили вот этот план. Мы для вас сделали вот эти отряды, которые вас будут уничтожать. Нам только осталось подписать эту ядерную, ядерное неправильное соглашение, и вы уже в ловушке, и вы уже уничтожены. Это желание, желание Хаммени. Ну так получается Пурим. Это получается Пурим. Пурим 21 века. 21 века. Вот интересно, получается Пурим, и если это все закончится для Израиля хорошо, а мы для того собрались, чтобы помолиться об этом, чтобы закончилось хорошо для Израиля, и чтобы в этом было благословение, получается, самый настоящий Пурим повторяется. Самый настоящий Пурим. И если внимательно читать книгу из Фири, то все события совпадают. Все события, они в возрасте совпадают, совпадают. И не то, что там кто-то подумает, что мы что-то подставляем. Нет, нет, тут не подставишь. Тут у нас все совпадает. Ну, единственное, что нам хотелось бы сказать, что мы верим, что произойдет так, как произошло тогда. Мы верим, что именно Господь заступится, и все будет правильно. То есть, Аман тогда окружал и создавал отряды по уничтожению Израиля. Это было тогда. Да. И сегодня происходит то же самое. Все эти отряды. Вот. И мы верим, что Господь это разрушит все. Да, но самое главное, что евреям был дан приказ. Если ты помнишь ее продолжение, чтобы они уничтожали те отряды, которые созданы для ихнего уничтожения. Ну, я не думаю, что это может произойти физически. Я думаю, что это может произойти духовно. Ну, в духовном мире, да. Ну, как мы видим, как ты сказал, что сначала решается духовно. Духовно. А потом происходит физически. Физически. То есть, любой отряд может разрушиться, если там разлад происходит, и он разрушается. Да. Это не обязательно сегодня думать, что Израиль развяжет войну против Ирана. Это нам не надо, и никому это не надо. Никогда. Война никому не нужна. Да, конечно. Потому что мирные жители, они ни при чем здесь. Да. Тут совсем другое. Тут идет духовная война. И я думаю, что в этой духовной войне именно победит Господь. Аминь. И будет его победа. И мы увидим, как все равно Израиль поднимется, и не может такое быть, чтобы его разбомбили, и его не было. Это абсолютно невозможно. Писание говорит о том, что Израиль будет существовать. Писание. Как бы там враги ни старались. А Писание совпадает. Оно исполняется. Да, но я хотел бы добавить еще, что сегодня уже начались уничтожения этих отрядов. Каким образом? В Западной Европе и в Америке спецслужбы просто раскрывают целые... А ну вот здесь, раскрытие это все. Раскрытие, да. То есть не обязательно их бомбить надо. Да, конечно же. Они раскрываются, и оно как бы происходит уничтожение. Мое мнение, Николай, что без конфликта военного оно не произойдет. Я думаю, может произойти без военного конфликта. Но все-таки пророчество... Мы будем молиться, чтобы оно вот... Мирным путем, конечно же. Мирным путем. Мы только за мирным путем. Но все-таки пророчество нам говорит за другое. Там написано так. Встань и молоти, дочь Израиля. Я сделаю твои копеты железными, а рога медными. И будет сокрушать окружающие народы. То есть многие места подтверждают на то, что Израиль именно воевал в эти кровавые луны. Мы не за то, чтобы воевал Израиль. Абсолютно. Но мы за то, чтобы эти каким-то образом, каким Бог усмотрит. Мы не будем Богу указывать, как ему делать. Но мы должны молиться. Мы должны стоять и разрушать эти планы Амана. Значит, я хотел бы сказать, что все эти события, все то, о чем мы говорим, все это показывает о признаках последнего времени. И церковь сегодня, она почти готова. Сегодня состояние церкви должно быть настроено так, чтобы именно быть готовыми к взятию. Потому что день Господень, как мы прочитали книгу Иоиля, для кого-то сильный и страшный, а для кого-то это великий и благословенный. Славный. Для церкви этот день Господень будет славный. Потому что церковь будет взята. Для тех людей, кто останется, не попадет в церковь. Это будет великий и страшный. Потому что тогда начнется опять Бог, будет восстанавливать Израиль. И Он полностью займет все лидирующие позиции. И мы это знаем. Потому что все это священное писание, Библия, Слово Божие говорит. И деться от этого совершенно некуда. И мы признаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Мы признаем, что церковь создана Христом. И что работа над церковью заканчивается. И об Израиле мы говорим только для того и по тому, чтобы показать, что время заканчивается, приближается. Да. Поэтому благослови нас Господь, быть готовым. Да. Значит, я хотел бы дополнить тебя, Николай. Там написано так, что каждый, кто призовет имя, спасется. Не написано там, каждый, кто будет исполнять закон Божий. Но каждый, кто призовет имя, это время благодати. Это время амнистии, которое данное... И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да. Да, да. Вот именно в это время, как раз время последней... Это уже последние сто лет. Это мы уже не будем жить, конечно. Сто лет мы не доживем. Может быть, Николай, я не знаю. Я, наверное, не доживу. Но мы не будем унижать благодати. Да, мы не знаем. Нет, я имею в виду, что следующая кровавая луна уже будет через сто лет. Тетрада. Тетрада. Да. Ну, может, роман только останется. Да, роман. Да, да, да. Но это мы, конечно, шутки. Это шутки, конечно. Никто не останется. Но хочется, чтобы каждый раз, когда тетрада кровавого луна появляется на еврейские праздники, страну Израиль затрагивает большое событие. Да. Вот мы в преддверии... Но это отражается на церкви. Да, да. Потому что церковь, она молится за Израиль. Да. Мы как церковь, мы молимся за Израиль. Да, да. И это наша задача. Да. И мы должны молиться за Израиль, чтобы Израиль принял Христа, чтобы Израиль пришел к Богу, чтобы Израиль был защищен, чтобы Господь его сохранил, чтобы оградил, чтобы Божья благодать и благословение было в Израиле. И мы опять прочитаем, солнце проводится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господь для кого-то великий и страшный. В другом месте Деяние написано «славный». Прекрасный. Поэтому благослови нас Господь, внимательно проверить свое духовное состояние, посмотреть на события, которые происходят. Потрясающие события происходят. Мы входим прямо в центр этих событий. Но самое главное, что Бог хочет, чтобы мы были участниками его плана. Бог не хочет, чтобы просто мы смотрели и сказали, «О, Израиль спасется, Израиль будет большой, Боль поощряет нас через такие передачи, через события, которые даже через кровавые луны предупреждают нас». Придупреждают нас. Для этого и сделано. Да. И всегда было в истории Израиля, всегда люди были, которые вели духовную войну за Израиль. Я хочу вспомнить Амалика и Моисея. Когда вышел воевать, Амалик был хозяин пустыни, очень сильный войска. Они с детства еще обучались. Да, с детства обучались. Они были хозяева пустыни. Даже фараону они наносили поражение. И вышла эта сильнейшая армия, и вышел против них Иисус Навин. Но, зная духовные законы, Моисей встал на гору и начал молиться. И победа Израиля была не в мечах, не в умении сражаться, хоть это было, может быть, хотя это было рабы, они еще не знали, как это было. А вся победа была в духовной войне, которую вел Моисей на горе вместе с Ором и Ором. Они поддерживали руки. И когда были руки поддержаны, дорогие, тогда была победа Израилю. Дорогие, мы сегодня вас приглашаем, чтобы вы подняли свои руки, как когда-то поднял Моисей, и Ор, и Орон. И стояли за этот народ. В этот тяжелый момент, в это тяжелое испытание для еврейского народа. Это события выборов, это Аман, который хочет, чтобы его план не разрушился, разрушайте его. Своими молитвами стоя за Израилем, благословляя народ этот. И мы сегодня, наверное, уже приходим. Я хотел сказать о том, что наша передача призвана своего рода быть сторожами. И помните, как Исаи говорит о том, что на стенах твоих я поставил сторожей. Какая задача сторожей? Указывать? Указывать, да. Где пролом? Где пролом? Откуда приходит неприятель? Где стренобитные машины? Да, да, да. Вот мы сегодня, дорогие, вам указываем, за что молиться нужно. Сколько у нас минут, Рома, осталось? Мы сейчас будем уже молиться. И действительно, вот подобно сторожам, мы подсказываем нашим телезрителям, о чем молиться. Опять-таки повторяю, Александра слова. И сейчас есть насущные вопросы. И мы в наших передачах молимся конкретно о насущных вопросах, которые касаются непосредственно Израиля. Наша передача так называется «Мир Израиля». Мы не можем не молиться за Израиль, потому что все события в мире, которые происходят, они происходят через Израиль. И все изменения, которые происходят, если в духовном мире происходят, то они происходят в Израиле. И без этого мы ничего не можем сделать, потому что это действительно то. И мы сейчас будем молиться. Мы молиться будем, мы призываем всех к молитве. Мы призываем, чтобы все, кто смотрит эту передачу, чтобы мы помолились, чтобы мы обратились к Богу за Израиль, чтобы мы попросили Бога, чтобы Бог благословил Израиля, благословил израильтян, благословил тех людей, которые сегодня стоят там в проломе, чтобы правильно прошли выборы с 17 марта над правителем, будут избирать правителя Израиля, чтобы был тот человек, которого изберет Бог, а не тот, кого изберет люди, или кто-то там захочет, неважно кто там. Ну, чтобы выборы прошли правильно и благословенно. И это уже вот скоро. Это будет 17 марта. Это уже буквально вот-вот-вот. На дня. На четыре дня. На четыре дня. Поэтому мы сейчас об этом молимся и будем молиться, чтобы Господь благословил. Второе, чтобы не был подписан плохой договор, который был бы против Израиля. Конечно. Чтобы этот договор не подписали. А если даже его подпишут, чтобы он не возымел своего действия. То есть у Бога существуют разные способы и планы. Мы не хотим, чтобы была физическая война. Мы не хотим, чтобы никого уничтожали. Я не хочу, чтобы уничтожали Израиль. И не хочу, чтобы уничтожали Иран. Там тоже живут люди. Там тоже живут люди. И мы молимся, чтобы Бог разрушал. Аминь. Вот когда Бог... План омана. План омана. Когда Бог разрушает, то тогда оно все работает. И третье, чтобы план омана был разрушен. И четвертое, конечно, мы как всегда молимся, чтобы Иерусалим принадлежал Израилю. И в храмовой горе. Я был в Израиле несколько лет назад, и я мечтал попасть на храмовую гору. Я стоял внизу, и мне хотелось зайти на храмовую гору и помолиться там. Да, у подножия мы молились. И мы хотим, чтобы эта храмовая гора, она принадлежала Израилю. Тому, кому Бог ее отдал. Да. Истинному народу. 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 Да, кому Бог отдал. Поэтому благослови нас в этом Господь. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь нас благословил и дал нам благодати, милости, чтобы церковь приготовил, чтобы церковь была готова, чтобы церковь стояла твердо, чтобы церковь, сегодня Бог слышит молитвы церкви. Аминь. Церковь это тот организм, который исполнен Святым Духом. И когда мы обращаемся к Богу и просим за Израиль, во-первых, это Богу нравится. Во-вторых, Он слышит и благословляет. Мы призываем благословение на себя. И дает ответы. Мы его автоматически получаем, потому что, когда мы благословляем Израиля, мы сами получаем благословение. Поэтому мы будем сейчас молиться и попросим Господа, чтобы Он дал нам благодать и милости, и чтобы в Израиле было благословение. Чтобы там выборы прошли хорошо, чтобы не было войны, чтобы никто его не уничтожал, чтобы Бог разрушил все планы современного Амана. И чтобы храмовая гора принадлежала Израилу. Истинным владельцам. Да, истинным владельцам. Которые, между прочим, дали, заплатили за нее. Потому что Давид не хотел брать. Специально же написано, не за какую гору, что сколько было отвешено, а Дух Святой, Господь... Он говорит, нет, даром не возьму. Не возьму, даром не возьму. Потому что это моя. Он взял и заплатил. Конечно. Помолимся. Помолимся. И я тогда начну нашу молитву. Мы будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем через этот эфир проголосовать, что Ты есть Бог, Ты наша защита, и в Тебе наша победа. Также мы призываем эту победу и народу Израиля, Господь. Мы молимся конкретно о выборах, которые будут 17 марта, чтобы Ты сам поставил человека по сердцу Твоему, Господь, который был для блага народа израильского, для Израиля и для всего мира. Пусть в этом прославится Твое имя. Блазь и так, чтобы не был подписан этот плохой договор с Ираном, чтобы Иран никогда не заимел ядерное оружие. Господь, мы молимся, чтобы никакие планы современного Амана не имели успеха, Господь, и молимся о том, чтобы храмовая гора принадлежала истинным ее владельцам. И это все мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Господи, в этот вечерний час, Господи, мы предстаем перед трон Твой, Господи. Мы можем сегодня без опоймата приходить к трону Твоему, Господи, с прозвивами, Господи, с ходатайствами, Господи, о народе Божьем. Господи, благослови Израиль, благослови Иерусалим, благослови, Господи, все израильское общество. Господи, Ты видишь путь, по которому должен пройти Израиль, Господи, Ты видишь эту веху, Эти выборы, Господи, благослови, чтобы был человек, который был Твоим человеком, посланный от Тебя, Господи. И мы просим за выборы, Господи, которые будут, чтобы они были, Господи, угодны Тебе. Дай, чтобы, Господи, Израиль познал Тебя, как спасителя своего, Господь. Также мы просим, Господи, за этот договор, который должен был подписан, но, Господи, Ты можешь его разрушить, Ты можешь послать своего ангела Михаила, Господи, который всегда приходил на помощь Израилю, Господи. Мы просим помощи его сегодня, чтобы он зашел туда, Господи, и разрушил, связал этих князей, Господи, демонских, которые хотят сделать этот неправильный договор для Израиля. Господи, дорогой, благослови Израиля, разрушь весь план Амана, Господи. Ты видишь, что сегодня Иран хочет уничтожения Израиля, Господи, современный Аман. Господи, разрушите планы его, которые он создал вокруг Израиля. Пусть эти, Господи, планы не сбудутся. Мы благословляем народ Твой, благословляем Иерусалим, благословляем храмовую гору и просим, чтобы она предложила истинным владельцам. Господь, дорогой, Ты видишь все и все знаешь, Ты видишь большие свершения, которые будут на Ближнем Востоке. Благослови. Во имя Твое, во имя Иисуса Христа просим. Пусть Тебе несется слава. Аминь. Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем к Тебе обращаться. Благодарим Тебя за то, что Ты благословлял Авраама, Исаака, Иакова. За то, что Ты благословлял Моисея, благословлял Давида и многих пророков, которые пророчествовали именем Твоим. Несмотря на всю ситуацию, которую проходил Израиль, несмотря на все обстоятельства, которые были в жизни израильского народа, Ты всегда их благословлял. Господи, и мы просим Тебя, умоляем, не отними сегодня этого благословения. Благослови, Господи, чтобы и сегодня Твое благословение на них почивало. И сегодня Твоя благодать и Твоя милость присутствовала на них. Господи, мы Тебя умоляем и просим Тебя, чтобы Ты сам хранил их в руке Своей. Благослови, Господи, предстоящие выборы, которые будут с 17 марта. Господи, Ты сам избери того человека, который там должен быть для благословения Израиля. Господи, для того, чтобы в этом было благодать и благословение для Израиля, для Церкви и для всего мира. Господи, мы просим Тебя, умоляем, благослови, чтобы не было войны, чтобы не был подписан плохой указ для того, чтобы уничтожать Израиля. Господи, мы просим Тебя, если там есть коварный замысел врага этого аммана, то Ты разрушь именем Твоим. Просим Тебя, Господи, именем Иисуса Христа, умоляем Тебя, благослови, Израиля. Благослови, Господи, и даруй благодати и милости, чтобы Твоя благодать и милость, чтобы Твое благословение там почивало. Господи, мы просим Тебя, благослови и разрушь все коварные замыслы этого коварного аммана. Господи, благослови храмовую гору, чтобы там могли все приходить и поклоняться, все евреи, все христиане, чтобы мы могли прийти там и воззвать к Тебе в наших молитвах. Господи, благослови, Израиль, мы Тебя умоляем и просим Тебя, чтобы Ты сам во всем благословил. И да благословит Израиль Господь и сохранит Израиль, и да презрит на Израиль Господь светлым лицом Своим и помилует Израиль. И да обратит Господь лицо свое на Израиль и даст ему мир. Мы молимся и умоляем Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы благодарим всех телезрителей. Сегодня в передаче принимали участие Александр Куманский, Роман Джулай. И мы благодарны всем телезрителям, которые с нами пробыли. Вот это время, все. Мы молимся за Израиль, мы просим, чтобы Господь благословил Израиль, чтобы Церковь приготовил к своему взятию на небеса. Поэтому огромное всем спасибо. Поблагодарите телезрителям. Мы благодарим. Я еще хочу добавить, что этот месяц будет месяцем постом и молитвы за Израиль. Мы будем ролик крутить. Так что, пожалуйста, напоминаем вам... Пост и молитва за Израиль. Роман, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что вы вместе с нами стоите в проломе за народ Израиля. Спасибо. Пост и молитва. Давайте за Израиль попостимся. Помолимся и попросим, чтобы Господь благословил Израиль. Огромнейшее вам спасибо. Огромнейшая вам благодарность. Будьте благословенны. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Продолжение следует...